Привет! Наконец-то у нас дошла очередь до сетевого обмена, и сегодня мы научим PR попрашивать другие устройства, то есть сделаем из нее мастера сети. Поможет мне в этом вот такой вот модуль из линейки MX110, это MV1102242A, двухканальный модуль аналогового ввода. К нему на первый вход я подключу, ну пожалуй, потенциометр, и его показания выведу на экран PR. Ну и для начала немножко теории. Интерфейс, по которому мы будем соединять PR и модуль ввода, называется RS485. Это интерфейс последовательный, а значит устройства, которые вы соединяете с его помощью, должны подключаться друг к другу последовательно, одно за другим. В такой сети может быть два вида устройства. Это устройство Master, главное в сети, оно в ней только одно. И устройство Slave, подчиненное. Таких может быть много. В нашем случае PR будет мастером сети, а модуль ввода-вывода устройством Slave. У интерфейса RS485 есть ряд параметров. Первый — это протокол обмена, ну то есть язык, на котором устройства будут друг с другом в сети общаться. Мы с вами будем работать с протоколом Modbus, он бывает в последовательных интерфейсах. Двух вариантов — это Modbus RTU и Modbus ASCII. Нам понадобится первый — Modbus RTU. Вторая настройка — это скорость передачи данных. Обычно задается в диапазоне от 9600 до 115200 бит в секунду. Чем короче линия связи, чем меньше на ней помех, тем больше можно выбирать скорость обмена. Следующий параметр — это адрес устройства в сети. Он бывает только у подчиненных устройств и нужен для того, чтобы мастер их друг от друга умел отличать. Задаются адреса в диапазоне приблизительно от 1 до 240. Нулевой адрес обычно занят под широковещательную рассылку, а адреса в конце диапазона могут быть зарезервированы под какие-то дополнительные системные функции у Slave устройств. Поэтому выбираем немножко покороче диапазон — от 1 до 240. Главное, чтобы адреса у всех устройств в вашей сети не повторялись. То есть у каждого должен быть свой уникальный адрес. Будут они задаваться по порядку или с каким-то определенным шагом — для протокола Modbus не имеет никакого значения. Ну и есть еще ряд параметров, такие как контроль четности, длина слова данных, число 100 бит и другие. Мы их с вами трогать не будем, потому что в большинстве случаев они по умолчанию настроены правильно, то есть совпадают на всех устройствах в сети. Ну и вообще, руководствуйтесь одним простым принципом. Когда вы настраиваете интерфейс RAS-485, на всех устройствах в сети все сетевые параметры должны быть одинаковые, за исключением сетевого адреса. Одинаковый протокол, одинаковая скорость, одинаковый контроль четности и так далее. А адреса у Slave устройств разные и не повторяются. Ну что ж, получается, что для того, чтобы опросить этот модуль с помощью PR-ки, надо знать его настройки. Конфигурируются модули линейки MX110 с помощью программы конфигуратора на вашем компьютере. Она бесплатная, скачивается с нашего сайта. Процедура настройки очень простая и достаточно подробно описана в руководстве по эксплуатации на модуле. Ну, если будет нужно, мы и такое видео тоже сделаем. У моего модуля будут следующие настройки. Протокол он определяет автоматически. Мы будем пользоваться Modbus RTU. Скорость я поставлю 115200. Адрес в сети задам 20. Ну а еще для того, чтобы сочетать с него данные, нужно знать, с какой командой мастер должен к нему обратиться и в какой ячейке внутренней памяти этого модуля лежат интересующие нас данные. Эта информация тоже есть в руководстве по эксплуатации и я куда-нибудь вот сюда вставлю скриншот. Нам понадобится функция, ну или команда, которая называется Read Holding Registers. Номер у нее 0x03. А нужные нам данные, напоминаю, я буду потенциометр подключать на первый аналоговый вход, лежат в ячейках с номерами 4 и 5. Теперь давайте научим нашу PR-ку опрашивать этот модуль. Для этого зайдем во вкладку прибор в настройки прибора. Тут уже есть один по умолчанию добавленный интерфейс RS-485. Вот с ним мы и будем работать. Если по какой-то причине его у вас нет или вы его удалили, всегда можно добавить его через контекстное меню. Первая настройка, которую вы указываете, это номер слота. У PR-200 может быть до двух интерфейсов RS-485 и вам нужно выбрать тот, к которому вы, собственно, подключаете провода. У меня это будет RS-485-1. Дальше нужно указать, в каком режиме будет работать PR-ка в этом интерфейсе. Нас с вами сегодня интересует режим Master. Дальше указываем протокол обмена, это Modbus RTU, и скорость передачи данных 115200, такую же, как на модуле ввода-вывода. Остальные сетевые настройки, как я говорил, мы с вами не трогаем. Они по умолчанию совпадают с теми, которые также по умолчанию задаются на модуле ввода-вывода. Теперь с помощью контекстного меню по нажатию правой кнопкой мыши мы в этот интерфейс добавляем подчиненные устройства, которые собираемся опрашивать. Их может быть несколько, ну, по одному на каждый модуль ввода-вывода, который вы подключаете на этот интерфейс. В настройках указываем имя этого слейва mv1102, так чисто, чтобы мы сами в проекте не путались между ними. И в обязательном порядке задаем его адрес в сети. Напоминаю, у нашего mv адрес 20. Также можно указать период опроса, тайм-аут ответа и количество попыток, если настройки по умолчанию вас не устраивают. Например, сделать опрос модуля почаще или, наоборот, пореже, если данные на нем не так часто меняются. Теперь необходимо сформировать список данных, которые мы с этого модуля будем считывать, ну, или которые будем записывать на него, если это модуль управляющий. Для этого находим список переменных и добавляем сюда новую переменную. По умолчанию создаются булевые параметры, ну, а нам с вами понадобится параметр с плавающей запятой, поскольку мы считываем значение аналогового входа. Ну, например, температуру, да. Поэтому тип параметра меняем на параметр с плавающей запятой. Ну и давайте поменяем ему имя, назовем его temp1. Дальше мы указываем, в какой ячейке памяти лежит этот параметр. Напоминаю, значение с первого аналогового входа в модуле MV1102 лежит в регистрах ячейках памяти с номерами 4 и 5. Мы здесь указываем первый из этих двух регистров, второй считается автоматически. Функция чтения у нас 0x03, это та самая команда read-holding-registers. Функция записи нам с вами не нужна, потому что этот параметр мы только считываем с модуля, а не записываем в него. Также можно привязать переменные к командам на запуск чтения, запуск записи и статус этого опроса. Это бывает необходимо, когда вы более тонко вручную настраиваете вашу линию связи. Нам для примера они не понадобятся. Ну и еще один немаловажный момент, касающийся данных типа float, то есть вещественных. Они занимают 4 байта, два регистра по 2 байта в каждом, и в разных устройствах вот эти 4 байта хранятся в разном порядке. Ну то есть эта штука не стандартизирована. Поэтому для того, чтобы считанные по сети данные из того порядка, в котором они хранились в слейве, перетасовать в тот порядок, который нужен по эрке, используются две галочки. Старшим регистром вперед и старшим байтом вперед. В большинстве случаев их положение проще подбирать опытным путем, чем запоминать. Варианта всего 4. Но для модуля MV я точно знаю, что надо галочку старшим байтом вперед убрать, а галочку старшим регистром вперед поставить. Теперь вот эту переменную temp1 мы с вами выведем на экран. Для этого заходим в редактор экрана, добавляем здесь ввод-вывод данных int float, выбираем вещественный тип данных, а в качестве переменной привязываем сетевую переменную. Для того, чтобы ее выбрать, мы справа находим вкладочку сетевые переменные slot1 и вот здесь лежит наша переменная temp1 в модуле MV1102. Если бы у вас были добавлены другие слейв-устройства в этом интерфейсе, было бы несколько других вкладочек, для каждого слейва своя. Ну и давайте укажем, сколько всего нас интересует знаков, какое количество знаков будет после запятой и сделаем текст до temp1 равно пробел и текст после пробел и большая буковка c градуса цельсия. Редактируем, ставим значение нет. Этот параметр мы только показываем на экране, а задавать его не можем. Теперь этот проект записываем в PR-ку и проверяем, как оно работает. Итак, что у нас получается? PR200 и модуль я соединил проводами, клемму A с клеммой A, клемму B с клеммой B. Ну и давайте попробуем покрутить потенциометр, посмотрим, как будут меняться данные, приходящие с модуля. Ну а в следующем видео мы научимся настраивать PR-ку в режиме slave. А вы пока пишите в комментарии, какие еще варианты сетевого обмена вам было бы интересно посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова